Сегодня мы с вами продолжим обсуждать трактат Хагига и вот Агады в средней части трактата. Тринадцатая страница продолжения Агад, связанных с видениями Хескеля и Масамер Кава. И мы особенно не будем вдаваться с вами в конкретные Агады. Я расскажу только про две... два интересных замечания, сделаю подношение к нашей странице. Во-первых, здесь вспоминается Агада, которая была уже в трактате Шаббат, что вообще они хотели спрятать книгу Ехескеля. То есть фактически это не было бы частью нашей Библии, как говорят по-английски канон. Это же было осознанное решение в каких-то поколениях, что именно включать вообще в Тору, в Танах. Кроме пяти книг Моше, какие еще книги достаточно святые, чтобы их включать. И иногда был спор насчет того, какая книга является вообще написанной бюро Хакодэш, так сказать, с особым вдохновением от Всевышнего. Если книга не написана бюро Хакодэш, она уже не будет частью Танаха. Был в свое время спор насчет Кохелета и насчет Широширимы, некоторых других книг. А вот в случае Ехескеля была другая проблема. Ехескель, видимо, был принят как пророк. Проблема была в том, что в его книге вроде бы есть противоречие нашей Торе, то есть пятикнижью. Есть отдельные места, особенно в конце книги Ехескеля, где некоторые законы написывают, вроде бы, создают впечатление, что это противоречие тому, что написано в Торе. То есть вполне возможно, что раввины понимали, что, наверное, можно как-то эти противоречия разрешить, но сам факт, что эта книга может приводить к мысли, что есть противоречия, может быть, стоит из-за этого эту книгу вообще спрятать в генизу. В конце концов, остальные книги Танаха, они не настолько для нас, как говорят по-английски, essential, не настолько они фундаментально важны, если бы их не было. Допустим, до нас не дошли бы какие-то книги. Книги Ехескеля, например, или книга других каких-то пророков. Самое главное для нас пятикнижья и до известной степени книги Йошуа. Вообще, говорится, есть такой мидраж даже, что остальные книги пророков были даны за наши грехи, что пришлось пророкам нас постоянно упрекать, и это было записано. Но если бы не это, если бы не наши грехи, то у нас была бы книга, кроме пятикнижья, была бы книга Йошуа, которая описывает разделение земли Израиля. А остальные книги Навиим, может быть, и не настолько, поэтому если риск есть, что, читая книгу Ехескеля, люди будут видеть какие-то противоречия, то, может быть, есть в этом смысл вообще спрятать эту книгу. Тогда бы эта книга до нас просто не дошла. Но был великий мудрец, который сел и написал хороший комментарий тогда, который разъясняет все эти противоречия и сложности, и поэтому, говорит, здесь Талмуды, также в Тарактате Шаббат, та же самая гада, что будет добрая память. Здесь не описывается в нашей суге. И подробно, в чем именно были противоречия, ну вот, например, мы в Хафторе читаем, как раз скоро будем читать, к главе Эмор, ну, через несколько недель. Глава Эмор, это где, конечно, законы Коэнов, и Хафтор взяли из Ехескеля, где тоже законы Коэнов. Такое впечатление, что простой смысл стиха в Ехескеле, что Коэн может только жениться на вдове другого Коэна, а не просто любого еврея. А у нас, Аллаха, что Коэн может жениться на вдове любого еврея. И вдобавок такое впечатление, что Коэн не должен есть трейфу. Значит, выглядит что, что только Коэну, что ли, нельзя есть трейфу? Ведь любому еврею нельзя есть трейфу. Есть еще определенный карбонот, который описан в конце, и Хескеля, который на самом деле, вроде, нет таких же карбонот нигде в Торино на эти дни. Видимо, это будут одноразовые во время Машеха какие-то карбонот. Во всяком случае, кое-что из этого обсуждают в другом месте. Талмуда, противоречия в книге Ехескеля, возможное разрешение этих противоречий. А другая, сугия здесь немножко ниже, на второй стороне страницы, которая меня заинтересовала, которую я решил выбрать для вашего интереса, это обсуждение вообще ведения Ехескеля по сравнению с другими пророками. Ведь Ехескель был вне земли Израиля. И это вообще необычно. Есть разные мнения, как ему вообще удалось. Иметь полноценное пророчество вне земли Израиля, так сказать, на нечистой земле. Одни говорят, что это было около реки, есть такие мидраши, да, аль-нахар-квар, что около воды как бы особая духовность, и можно даже вне земли Израиля пророчествовать. Было даже, кстати, в предыдущей нашей месехты, а именно в конце трактата Моэт-катан, если вы помните. Мы это с вами не проходили, но те, кто занимаются дафьоми, по-моему, 25-я страница упоминалась там, даже мнение, что его ведения были еще с времен земли Израиля. Во всяком случае, вот, Ехескель для него, да, большой хидж был, что он говорит о видении, да еще и мирковые, да, такое видение возвышенное, аж находясь в нечистой земле Вавилонской. И вот здесь, в нашей геморре, говорится, что на самом деле все, что видел Ехескель, видел и пророк Ишеяху, больше встали до этого. Но Ехескель подобен жителю города столичного, который увидел царя, а Ехескель подобен деревенщине, который увидел царя. В смысле, что когда столичный житель видит царя, то он его часто встречает. Для него это не такой уж хидж, не так удивительно. А вот когда кто-то, кто в деревне обычно живет, вдруг увидел царя, он это описывает очень подробно, царскую колесницу и все детали. Так вот они сравнивают разницу в описании Ехескель, Ешаяху и Ехескеля. Что Ешаяху описывает все очень коротко, а Ехескель очень подробно. Чтобы подчеркнуть, что он увидел в вашей Бавилонии. Человек, который в Бавилонии удостоился. Ну, простой смысл, да, что все прочее, что происходило в Бавилонии именно. И он видел это все и рассказал людям, как он видел Меркову. Так тогда, если так мы объясняем, то тогда почему же ангелы, описанные у Ешаяху, имели шесть крыльев, а у Ехескеля эти ангелы, если это те же самые, вообще-то те назывались Серафима, а здесь Хайот. Ну, вот такое ощущение, что наши судьи считают, что какая-то и связь. То есть, должно быть, либо у тех, да, и тех, и других ангелов, должно быть одинаково, чем крыльев, казалось бы. Почему же Ехескель видел четыре только крыла? Смотрите, их удивительный ответ, что это все из-за изгнания, да, что это как наказание, да, исчезло два, два крыла. Так вот, есть такое интересное объяснение, что от имени Вильнюсского Гаона его приводят. Вы, наверное, знаете, я рассказывал о многих местах, так, что первый стих Шма, а также вот то предложение, которое мы говорим после него, они соответствуют письменной устной Торе. Первый действительно написан в письменной Торе, а второй, Барух Шамквод, это часть устного закона, это из Талмуда взято выражение, оно в Торе не написано. Так вот, в первом стихе шесть слов, во втором шесть слов. И они почти соответствуют друг другу в первом двадцать пять букв, во втором двадцать четыре. Есть много какболистических объяснений на счет всего этого, но вот нас интересует сейчас такая идея, что первый стих, он сопротив пяти книг Моше и того, что соединяет письменную Тору с устной, то есть тринадцать принципов интерпретации Торы. И это вот Эхад, сопротив Гематрии тринадцать. Шма Исрель Хашем, Лакену Хашем, сопротив пяти книжья, Эхад, сопротив тринадцати принципов, соединяющих с устным законом. А вот устные законы, во шесть Седарим, шесть частей Мишны, сопротив вот этого предложения, Барух Шем, Кивод Молхуто, Леолам Ваед. Шесть слов. Так вот, Вильнюсский Гаон говорит, что когда мы в изгнании, к нам не относятся два из Седаримишна. Из шести Седаримишна к нам относятся только четыре сейчас в изгнании. И поэтому говорится, что как бы крылья у ангелов только четыре, а не шесть. Это сопротив вот этих вот Седаримишна. Так вот, мы молимся в молитвах Мусав Галэ Кивод Молхудха. Открой славу своего царства. Вильнюсский Гаон объясняет, что это сопротив двух слов из Барух Шем, Кивод Молхуто, Леолам Ваед. Кивод Молхуд. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк.